Народ, всем здорова! Сегодня тот день, тот самый день, когда мы связали свои узы, слились воедино. В 2003 году, 19 апреля, мы поженились, и сегодня у нас на дворе 19 апреля 2023 года. Сегодня у нас юбилей, 20 лет со дня свадьбы. Всем здравствуйте! Да, сегодня ровно 20 лет, как мы стали одним целым, как Инь и Янь. Как же быстро время летит, даже непредсказуемо. И у нас результат, конечно же, нашего брака, это у нас четверо прекрасных детишек, чему мы очень и рады. Мы долго думали, как провести этот день, но, как бы мы его не проводили, нужно его провести вместе. И решили по старинке первым делом сначала же сходить в ресторанчик, покушать, а потом уделить время детишкам и провести это в семейном кругу вместе. Я, как всегда, погуглил и решил приехать в один из прекрасных ресторанов нашего города, ресторан Хазиенда. Но, увы, облом, он закрыт. Сегодня 19 апреля, а они ушли с 17 апреля до 25-го в отпуск. Так что будем мы сейчас, Наталья, искать какой-нибудь другой уютный уголок. Будем вспоминать прожитые годы, что и как, чем мы занимались, что творили. И как мы дошли до такого этапа совместного в 20 лет. Кстати, это не так все просто, как бы казалось. 20 лет – это большая дата уже. Большая, правда. Фарфоровая свадьба, друзья. И мы поженились с ней. Нам было по 18 лет, а сейчас нам по 38 годиков. Долго искать нам не пришлось. И приехали мы в кафе «Дель Соль». Здесь мы и проведем наш обеденный семейный перерыв. Романтический обед. Романтический. Детишки у нас в школе. И так у нас время для двоих. Пока. Ну, на такую дату почему нет? Ну, ты же начальник сказал слишком официально. Я думала, ты наоборот против, что я его одеваю в костюмчик. Ты просто выглядишь, как будто ты приехала на деловую встречу. А у нас просто с тобой свидание. 20 лет спустя. Как нам вчера дети сказали? Кирочка говорит, у вас завтра дата, что 20 лет совместно. Как вы встречаетесь? Я о том чуть не упала. Это было смешно. Как мы встречаемся, да. Заказали себе покушать, а также напитки. Теперь нужно сказать какой-нибудь красивый тост. Тебе вопрос, Наталья, люди постоянно задают. Как вы живете? Ссоритесь, не ссоритесь? Ну, иногда бывает. Я всегда это говорю честно, открыто. Бывает. Но мы без друг друга, я думаю, что уже никуда. Наверняка. Я могу и с Юриком, честно скажу, неделю не разговаривать, если он меня сильно выбесит. Но без него уже никуда, куда. 20 лет вместе. Вообще с Юриком познакомились. 14 лет мы. Вот так вот все закрутилось, завертелось. Видите? И такой у нас результат. Ну, а теперь тост от Юрика. Как-то одну женщину спросили, как вы, говорит, так долго живете со своим мужем без ссорок. Она говорит, когда мы сделали помовку с мужем, он посадил меня на лошадь и повез домой. Едем, говорит, скачем. И тут, говорит, лошадь споткнулась. Он сказал ей тогда, раз. Поехали, говорит, дальше. Через некоторое время лошадь споткнулась еще раз. Он сказал ей, два. Я, говорит, ни в чем не понимаю. Но едем, говорит, дальше. И тут лошадь споткается в третий раз. Он достает ружье и ее застрелил. Я, конечно же, люблю животных. И Наталья любит. Как, говорит, устроила истерику мужу. И он мне тогда сказал, раз. Так выпьем же за то, чтобы наши жены понимали нас с первого раза. Ну, ты захотел как. С праздником. Вот так вот, ребята. Так что не ссорьтесь. В жизни, конечно же, всякое бывает. Тем не менее, надо преодолеть этот путь вместе. В жизни бывают сходы и падения. И жизнь всегда вам будет ставить палки к колесам. Но всегда надо идти только вперед с улыбкой. Мне понравилось, знаешь, когда брюнеты к нам приезжали в гости. И мы что-то пошли все в киоск вместе дружно. И с Виталией идем разговариваем. И мне что-то, ну, что все там женились как раз. У них там 20 лет, да. У Сани с Радой тоже 20 лет. Я говорю, вот, у нас сейчас будет, ну, я говорю, что как классно там, что все вместе. А Саня что-то идет рядом, говорит, не, не, еще не ясно, да. И Виталий тоже такой, говорит, нет, я могу, говорит, сказать, что зачем, говорит, я буду сто раз жениться, менять, одно и то же в жизни проживать сто раз. Он говорит, женился в жизни, сделал уже один выбор. Все, идем вместе дальше, там, живем, проживаем все дальше, воспитываем друг друга дальше, да. Он говорит, смысл сейчас, говорит, я, говорит, пойду, поменяю там Кристинку на кого-то, говорит, да, если я с ней уже все, как одно целое, действительно. Вот прям мне понравилась его речь, что-то так. Так что, Кристинка, береги Витальку. Долгие отношения, это проверенные опытом и жизненной дорогой. Живите, несмотря ни на что, вместе, и будет вам добро. Я прошу Димитра. Спасибо. Вот, друзья, наша еда подоспела. Это Юрец себе заказал такое чудо, сладкая картошка, шницели, шампиньон, тут салатик небольшой, у Наталии паста с креветками и сыром. И салат Цезарь на двоих. Ну, как аппетитно все выглядит, или мы просто проголодались? Ну, может быть, проголодались, но выглядит действительно подача красивая. Надеюсь, что это будет вкусно. Уф, 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 дорогие друзья. Ну что, заценим? Прошу. Что скажет тетя Наташа? Вкусно или просто мы голодные? Вкусно. 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 Кстати, мы любим сами всегда готовить, но и мы так же любим, чтобы для нас кто-то что-то приготовил, да? Почему нет? Вкусно очень. Салатик так все аппетитно тоже выглядит. Мне нравится, когда побольше сыра, и вот прям как раз, как я люблю. Угадали. Про сайта все дело, садись будем кушать, на толстыне надо. Мне обстановка прям так в этой кафешке нравится. Юрик знает, куда жену везти. Вкусно подкрепились, теперь это все надо охладить. Давай, Наталья. Вкусно. Блин, так наели? Вкусно. Красота. Вот это вкусно, Юрик. Прямо очень. Сейчас на Паля поедет в город Сочи. В городе Сочи темные ночи. Блин, любим, чтобы попить. Увезу тебя, увезу ночью. Увезу тебя, увезу в Сочи. Давай. Вези меня в Казахстан в это лето. Подумаем. За нас, друзья. Мы сегодня это заслужили 20 лет, это действительно большой срок. Если посмотреть назад, много чего было. Очень много. И много где мы были. Но, тем не менее, мы вместе. И вместе мы сила. За это пьем. Но не до дна. Хочешь попробовать? У меня без алкогона. А у Натальи с алкоголем. Это так? Вот так вот, друзья. Матриархат. Я шучу, я шучу. Сейчас у нас был здесь такой прикольный момент, когда пришло время расплачиваться. Нам говорят, будете платить раздельно или вместе. Так было смешно. Наталья говорит, так, ну да, сегодня дата как 20 лет. Женились и будем платить раздельно. Да, у нас такого нету. Мне так смешно стало. Я еще прикололся, говорю, да конечно, женщина все перенимает на себя. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а мальчик? Я думала, он правда поднимет на руки В следующий раз Ну а теперь то, что наели, пора бы и сжечь Отправились мы в парк Погуляем чуток Попробуем скинуть лишние калории Вся жизнь эта борьба Сначала кушаешь, потом сжигаешь Да и просто предаться воспоминаниям, поговорить Так приятно пройтись Да Пойдем с Юриком поем, тут сейчас опять певцы от Бога Подружим немножко Сейчас в лесополосе Как по старинке Ну может быть, да Может быть, всякое В жизни люди разные Бывает по разному у всех И все В жизненной ситуации Или что, Наталья? Не скромно? Не скромно Юрик, да, говорит? Прогуляемся чуток Подружим Помнится, когда была у нас свадьба Тогда можно было в шортах бегать, да? Я сейчас иду, вспоминаю, как это все было Жарко, но так было, да И вообще, как это все было Мы молодые с Юриком Безденежные Без детей У нас нет Без детей, естественно Юрик учился в 11-м классе Я только закончила шпрах Курс здесь, в Германии И, ребята, верите, нет У меня даже не было денег С собой туда полететь И я заняла на тот момент у бабушки 300 евро под социал И вот поехала На 300 евро мне надо было еще там Три недели жить И отыграть свадьбу Так как Юрик был вообще у нас без денег Не, ну я еще был ученик И у нас был такой, да Небольшой просто вечер мы сделали Может быть, многие родственники на нас обиделись Так что, если что, вот сейчас вот Поэтому видео вы все поймете Мы реально тогда были без денег Мы просто пригласили свою, как говорится Братву местную, молодежь И с ними посидели вечер Отметили в кафе Вот так вот все было Ну расписались Молодые, безденежные Реально начинали все вот с нуля Ничего у нас с Юриком не было Вот видите, на протяжении 20 лет всего добились Все есть Живем хорошо Я был в 11 классе Наталья Это был 2003 год, да Наталья в 2002 уехала в Германию Потом она сюрпризом приехала И вот так вот, да Получается ты 12 апреля прилетела А 19 мы уже женились Да, ровно через неделю нас поженили уже Хотя не хотели женить Там надо было подавать заявление Ждать три недели еще И твой отец, как говорится, развал эту ситуацию Женил нас Побыстрее нас расписал отец Святой отец Наверное думает, забирай его быстрее, да Чтоб меньше с ним здесь колупаться Ну и потом на воссоединение семи я приехал в Германию И в этом году уже будет тоже 20 лет Я приехал 3 октября Как я 20 лет здесь А ты уже сейчас 21 получается будет здесь В июне Да, все так быстро, быстротечно, ребята Вроде и много так прожито Но так вот если думаешь, как все это быстро пролетело Прям вообще Время никого не ждет Действительно Если посмотреть назад Много чего прожито Много где были Много какие жизненные ситуации интересные были Которые дали нам жизненный опыт И кажется, вроде Вот только это было А на самом деле-то это уже И школу-то 20 лет назад закончили Вот так вот Кажется, только сейчас Спарты вылезли До сих пор с одноклассниками С какими-то общаешься До сих пор на тех же приколах Кажется, как будто Вот только мы сейчас вышли Действительно из классов наших Блин, вообще Не хочется верить, что время идет Не знаю, как вы, ребята Но я остаюсь на том же позитиве Вот как я была малолеткой Так ну вот так это и есть Но ты когда мне сказала Мне ухо порезало здесь Когда мы были молодые Пффф, мы сейчас не старые никакие Просто Были в юности, можно сказать Или как-то Или были школьниками Ну так, так что Человек никогда не стареет Стареет организм А душа остается всегда молодой Ну и здоровье, конечно, у многих Не всегда позволяет делать то, что он делал Когда был моложе Но тем не менее Душа остается всегда Молодой Помните на стриме Мы как-то с вами тоже разговаривали Что Хороших мужиков воспитываешь сама Что их разбирают еще щенками Вот видите Так у нас и получилось В нашем случае Наталья, ты мне просто льстишь Ну а что льстишь? Я себе льщу Что я тебя воспитала Как мне надо Ну вот такая мысль Мне сейчас просто пришла Наверное, те крепкие браки Которые действительно с молодым Есть такая тенденция Когда женщины Говорят Бывает такое Ну когда с семьей расходятся Женщины говорят Он уже не такой, как был раньше Так правильно? Когда с первого дня Женщина пытается Перестроить мужчину под себя Перевоспитать под себя А потом говорит Он не такой Так зачем же ты его Перестраивала и переделывала Типа так было Ну меня, конечно Никто не перестраивал И не переделывал На меня, где залезешь Там и слезешь Да Так же и на мне Да не надо говорить По-любому мы воспитали Друг друга, как нам надо Просто характеры слились Притерлись нормально Просто сточились Как говорится Никакого зазора между нету Гармония, понимание Доброта, любовь и уважение Правят миром Главное, наверное Я помню Даже твоя бабушка Пришла к нам На этот наш мини-вечер И она все говорила Главное понимание Главное понимание Вот действительно Сейчас я, наверное, соглашусь С ее словами Что главное, наверное, понимание Где-то друг другу уступить Не быть как бараны Потому что мы с Юриком Вообще, ребята, уперты У нас характер У обоих сильный У меня тоже Преобладает такой Как бы мужской характер Можно сказать И мы, бывает Не уступаем друг другу Но потом пару дней подумаешь И думаешь, все равно Ну, что толку, да Не разговаривать Или бороться с друг другом Где-то кто-то друг другу и уступит На этом устроится, наверное Ну, скорее всего, не то Что ты как-то выразилась Мужской характер У меня мужской Железный просто Твердый характер и мужской Можно сказать так А тут сейчас сказала Это, знаешь Так можешь сказать Мужской характер Я думаю, жена только Эммануэля Макрона Ну, нет В смысле, что действительно Твердый Со мной тяжело Что я не простая тоже Так точно Подтверждаю Наталья позиционирует Свой характер с тем То, что он ее Железный такой Мужской То, что она Во многих ситуациях Просто не хочет уступать То есть Как она задумала Так должно и быть Но Когда два характера Таких вместе То придется все-таки Кому-то Уступить У меня тоже Как в том Тосте было Сейчас я скажу Раз Я, понимаешь Такая правящая Люблю править Деспотная Не люблю уступать Слушай Будем выдвигать тебя В канцлеры Федеративной Республики Германия Ну, с тобой уже Пришлось приноровиться Немного Вот, Юрик Смотри, старички Сидят на лавочках Греются Будем так же С тобой в старости Сидеть на лавочке Встречать старость Отлично Делать ничего не надо Сиди да загорай Поедем в Грецию жить Будем в Греции С тобой на море Так сидеть на лежачках Попивать Холодный ром Со льдом Сунрайз Запивать текилой И будем посыпать Песочком дороги Точно 20 лет позади Фарфоровая свадьба У нас еще Очень много Чего впереди И Я думаю Дай Бог здоровья Протянем долго И отметим Самую-самую Свадьбу Такую Которую еще Никто не отмечал Как ты на это Смотришь, Наталя? Я за бриллиант Вы там Наверное, да? Бриллиант Это я по-моему 75 лет живу вместе Если я не ошибаюсь Это 75 Тут надо По 95 лет Тут уже это Смотри Если честно Вот так вот подумать Задуматься Через 5 лет Через 5 лет У нас уже серебряная свадьба Это вообще Просто для меня Нонсенс Я помню себя Ребенком И помню У кого Ну вот из моих подружек Там родители Праздновали На те моменты 25 лет Мне казалось Что это вообще Просто нереально Что это старики Стариканы А тут мы, блин, Юрик На подобии Или часто Мы тоже с Юриком Так вспоминаем За наших подстителей Они нам всегда Казались такими взрослыми Такими женщинами Там, ну, мужчины У нас, правда, их мало было Но женщины в основном Всегда казались Такими взрослыми А вот так вот сейчас подумать Им-то всем было Только там за 30-40 лет Вот так вот, ребята И я вот всегда тоже Там молодюсь-молодюсь Юрик мне говорит Ну и что ты сейчас подойдешь Говорит К толпе молодежи И ты будешь себя чувствовать нормально Я говорю, абсолютно А Юрик говорит Уже все равно не то Пока молодой человек Он всегда стремится В взрослую жизнь Побыстрее, побыстрее все Чтобы показаться взрослым Хотя еще и не достиг И это, конечно же Глубочайшая ошибка Быстро взрослеть Во-первых, люди видят Да, что люди постарше Они говорят О, там, старики Это не для нас Хотя это такие 16-летние 17-летние думают Когда тем людям Там по 35 А то и меньше лет А потом сами Во-вторых, приходят В этот момент И говорят Ну, в эти жизненные годы И говорят, что Оказывается, мы не такие уж и старые Да И они не такие уж и старые были Оказывается, как оказалось, да? Да Поэтому стареет Только тело Душа никогда не стареет А вообще В целом Не надо думать О возрасте Надо просто жить Наслаждаться жизнью Быть добрым по жизни Оставаться Человеком По жизни И тогда будет все хорошо И жизнь будет Проходить Как по маслу Юрика Помнишь тот момент Когда мы с тобой Расстались Что я уехала сюда И считай 9 месяцев Мы не виделись Потом я прилетаю К тебе Мы расписываемся И тут мне Так неохота С Юриком Расставаться А у нас там Остается буквально Там вообще Копейки денег И Юрику приходит Такая мысль Он говорит Давай твою маму Уговорим Хотя он уже был там Муж Мог бы сказать Она остается со мной Я прям помню Это он говорит Давай уговорим Что ты останешься со мной Пока здесь Пока мы тут Оформим визу И поедем Полетим вместе Мне так хотелось С ним остаться Не хотелось расставаться Но расставаться Все равно пришлось Помнишь это? Помню И потом Наталья Когда уезжала Уже на взлетной полосе В самолете И тут Юрец Как не совладал Со своими эмоциями Перелез через забор И по взлетной полосе На самом деле Побежал, ребята Побежал, думаю Я просто хотел передать Записку Записку Телефонов-то еще не было Как таковых Мы писали письма Друг другу И звонили По стационарным телефонам По терминам Я тебе делала термин Потому что у Юрика Не было стационарного телефона Он приходил Кто там Подружек моих Кто на станцию Ты ходил Ну в общем Охрана меня Скрутила Хорошо так Меня выпроводили Бумажку Стюарт взял Потом передал Ее в самолете То, что я передал И Никакого дела не завели Что очень даже и хорошо А могли бы Могли бы А мы в самолете Это видели Что мы как раз Долго не взлетаем Смотрим на заборах Там кто-то висит Там все это Вот ваша толпа была Там вообще понимаете Как с аэропорта Выходишь Ну и не видно Когда идешь К трапу самолета А здесь есть забор Сбоку Ворота И там все люди Так прилипли И я через этот забор Как сиганул И пошел На пролом Хотел без визы Уже в Германию Уехать Сразу Добирайся до нее Сама как хочешь А я дарю тебе Реальный подарок Поляну цветов Даже не одну А две Зорву цветов Да И подарю букет Той девушке Которую люблю Так ребята Ну вот Отобедали Погуляли Провели так чудесно Наш день Еще вечером Посидим с Юриком Может при свечах Немножко В нордишке Может сыграем Да Музыку послушаем Ну и с детишками Конечно Сейчас тоже Что-нибудь придумаем Интересного Да А так вообще Ребята Скажу честно У нас Я хотела сделать Юрику сюрприз Поехать в Париж На три дня Но Не получилось Ни с кем оставить деток Но У меня имеется Для него Другой сюрприз В субботу Мы поедем В одно прекрасное место Все увидите Оставайтесь с нами На канале Это будет шикарный сюрприз Все Всех обняли Поцеловали Всем добра Ставьте лайки Балалайки Как говорят Пишите комментарии Оставайтесь с нами На нашей волне Сами смотрите наши видео И подтяните соседей Родственников Друзей Делитесь Работников Ну всех Кого вы видите Всех к нам на канал Нам будет очень приятно Чтобы была отдача Чтобы было для кого стараться Так что все ребята Мы вас любим Оставайтесь с нами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok